Из-за отсутствия дистоплива в Актюбинской области дальнобойщики не могут выехать в рейс. На местных АЗС заправляют строго по талонам, а также установили лимит. Жалобы водителей и объяснения чиновников выслушала Лейла Уясова. Не по дням, а по часам в Актюбинской области цены на дизельное топливо растут как на дрожжах. Если неделю назад литр солярки стоил 220 тенге, то сейчас уже по 270. И это ещё не предел, говорят водители. К тому же найти и заправиться для них большая проблема. Из-за отсутствия топлива десятки дальнобойщиков остались без заработка. Много лет они занимаются перевозкой грузов на дальние расстояния, но сейчас не могут выехать в рейс. Острый дефицит дистоплива парализовал работу дальнобойщиков. В поисках горючего они колесят по городу, но везде его отпускают в ограниченном количестве. Водители уверены, что владельцы АЗС искусственно создают ажиотаж. Все говорят, что вот эти цистерны в городе, они переполнены. Это просто искусственно делается всё. Чтоб цену поднять, сравнить с Россией хотят нас. При этом больше половины выделяемого на область дистоплива разбирают транзитные фуры. К примеру, в соседней России солярка стоит на 100 тенге дороже. Они все здесь заправляются. Нам говорят, лимит солярки нет. А фуры из Узбекистана и Кыргызстана наполняют полный бак и едут дальше. На многих заправках установили лимит до 50 литров. Но этого хватит только на 100 километров, жалуются водители. Запасы солярки в регионе почти иссякли. Повлиять на ситуацию в Акимате не могут. В данный момент в области имеется более 2000 тонн дизельного топлива. Запасы этого, конечно, недостаточно. На дефицит дизельного топлива повлиял как завод, который сейчас стоит на ремонте, также увеличение потребности региона. 2000 тонн солярки хватит, чтобы заправить всего 5 больше грузных фур. Сейчас местные власти пытаются договориться с российскими производителями на поставку 5500 тонн дизеля. Хотя ежемесячная потребность области составляет как минимум 10 тысяч тонн. Поднимутся ли цены на продукты питания после подорожания топлива в Акимате тоже не уточняют. Открытым остаётся вопрос и для междугородних перевозчиков.